Ассалям алейкум, дорогие друзья, это программа Злой Киргиз и веду её, как обычно, я Злой Киргиз Канал Айтон ТВ Александр Ронтин, а со мной, как обычно, любимый вами, требуемый вами культуролог и политолог, добрый бухарист, Давид Айтельман. Давид, добрый день. Здравствуй, Саша. О чём мы сегодня будем говорить? Ну, прежде чем мы будем о чём-то вообще говорить, я бы хотел напомнить нашим зрителям, что нужно, просто нужно, необходимо, как воздух, ставить лайки, подписываться на канал и, если есть возможность, раскошеливаться, немножко помогать нам материально. Кстати, нам помогают, и слава Богу, дай Бог здоровья, тем добрым людям мира, нашим соратникам и братьям по разуму, которые переводят нам свои трудовые шекели, доллары и рубли. А давайте мы будем сегодня вот о чём. Русофобия. Это что, такое же отдельное явление, как антисемитизм? И, как бы, это какая-то вечная история, или что это вообще, или это временная, ситуационная штука? И есть ли она на самом деле вот такая русофобия, или это придумали, как бы, знаешь, придумали русские, чтобы денег не платить? Вопросы, понимаешь, у меня негативное отношение к этому слову, хотя я понимаю, что явление есть. Слово, понятное дело, негативное, потому что работа Шефаревича, которая была когда-то в журнале «Наш современник», и которая была абсолютно антисемитская, мы это помним, да? Вопрос, однако, что имеется в виду, что ты имеешь в виду по русофобии? Ну, допустим, я помню, одна из передач Никиты Михалкова, где он выставил плакат, выставлено всемирное презрение дух цивилизации, с презрением указывает на мужика, стоящего у пьедестала с надписью «Россия». А вокруг пьедестала символические представители других наций, и вот это 903 год, и Михалков поднимает руки и говорит, за что? За то, что мы носим как кошник, а не там этот сомбреро, за то, что мы кушаем блины, а не гамбургеры, и вот за это вы нас ненавидите, вы русофобствуете и так далее. А я, значит, просто первая мысль подумал о год, я присмотрелся, и там написано «1903 год», это год Кишиневского погрома. Вот когда сведения о Кишиневском погроме, о зверствах были вот, то появилась такая карикатура. Опять-таки, а почему эта карикатура должна была быть именно против русского народа, это же Кишинев, это Молдавия, а основные участники, зачинщики этих событий были украинцы. Но тогда это все была Российская империя, и поэтому ассоциировалось это с русским мужиком. Именно эта карикатура, кстати, является главной иллюстрацией страницы русофобия на русском языке в Википедии. Вот, мол, вот что такое русофобия, как это на Россию показывают пальцем, и вот это негативное отношение. Это негативное отношение, оно не всегда, так сказать, беспричинно. А вопрос, что ты имеешь в виду под русофобией сегодня, и о чем мы собираемся говорить? Я имею в виду ту теорию, как бы, отмены и повсеместного зажатия, как бы, русских во всех областях. Ну, то есть, их убирают из мирового спорта, их убирают из мировой науки, им перекрывают уезд в различные страны, а из многих стран, где они традиционно, как бы, прибывали, их просто изгоняют. Российские власти, российские, как бы, голоса, российские СМИ объясняют это всплеском русофобия, что все это происходит просто потому, что не любят самих русских, русскую культуру, русский язык, русский народ, русскую поэзию и так далее, и тому подобное. И что с этим делать? А вы не подскажете, что случилось 24 февраля 2022 года? Я просто... А что случилось? Да ничего не случилось. На самом деле, на самом деле, а какая связь между тем, что произошло, это разборки славян между собой, русские с украинцами, там, что-то делят, ну, мало ли. Мало ли. Ведь когда Российская империя завоёвывала мир, покоряла весь мир, такого отношения к русским не было. Когда российские солдаты маршировали по Парижу, такого отношения к русским не было. Когда... Нет. Вот тут я с тобой не согласен. Первыми, так сказать, антирусскими высказываниями начались функционировать примерно во время где-то 16 века, когда Россия начала угрожать европейским странам. Окей. Ну, не угрожать и так далее. То есть, появилось её чёткое движение на Запад. Во время Ливонской войны Ивана Грозного, понятное дело, уже стали укрепляться сильные эти, так называемые, русофобские стереотипы. Когда Пётр Первый столкнулся с Швецией, то начали первыми фигурировать всякие документики о заговоре, о русских целях покорения мира, так называемое завещание Петра Первого и так далее. То есть, все эти вещи, они не являются беспричинными. Они проявляются негативные стереотипы. Но, допустим, большая часть негативных стереотипов против монголов, они... Именно это ложь. То есть, они придуманы. Но нельзя отрицать от того, что от маленькой Монголии она прошла на юг через весь Китай, а на запад она прошла через всю Среднюю Азию, там разрушила ирегацию в Иране, прошла насквозь нынешнюю Российскую Федерацию, вышла в Европе и потом просто проходила через Европу, как нож через масло. То есть, в России существует миф, что Россия его остановила в поход по Среднему морю. А нет, это монгольские воины выполнили завет Чингистана, добрались до Гибралтара, посмотрели, их все удовлетворило и поехали назад. А пропор. Понятное дело, что это вызывает негативные стереотипы. Великий российский историк, отец всех историков и мать всех исторических наук Владимир Путин утверждает, что монголо-татарские завоевания были благом для России. Я не помню, чтобы он это завоевал. Это Гумилёв утверждал, но, может быть, от этого Путина что-то такое было, как у Гумилёвца, но я не слышал, не помню. Путин заявил буквально следующее, что мудрящий вождь Александр Невский сделал совершенно правильно, что поехал к монгольским князьям просить ярлык на княжение. Он это сделал для того, чтобы противостоять проклятому Западу. Окей, ну так тут же, это же, как правило, история является аргументацией для сиюминутной политики. В сегодняшней ситуации Россия для того, чтобы бороться с Западом проклятым, который она почему-то считает Украину, просто набиваются вассалы, сателлиты, а в искусственные прибавки на придатки Китаю. Чего, кстати говоря, не было. А вот первый такой публичный спор при всех между Ходорковским и Путиным, он был как раз по воспоминаниям, по вопросу того, что нужно проводить нефтепровод в Китае. Когда это было, 2001 год, что-то в этом роде. И Ходорковский сказал, мы хотим провести нефтепровод, он будет стоить 3 миллиарда, мы готовы, ЮКОС готовы выделить половину этой суммы, там, ну, остальное дает Китай, и будет это, у нас еще один выход, выход в Китай. На что Путин сказал, нет, мы будем строить другой нефтепровод, нефтепровод на Запад. Мы уже выбрали путь, на что Ходорковский ему сказал, вы совершенно не разбираетесь в экономике. Ну, и фактически предсказал собственную судьбу. Потому что он там же еще, уже уходя, сказал Герасченко, что давай я буду президентом, ты будешь премьер-министром. Типа эти же все равно ничего не понимают. Но Путин в свое время, там, в начале, вот, был, совершенно был против китайской ориентации, а он был за европейскую. Сегодня, из-за того, что они хотят, это противостоять Европе, они хотят идти в Китай. При этом мне очень хочется понять, ну, кто там из средних русских, не только интеллигенции, в канцелярии Путина, в администрации, в генштабе, ну, читает, читал в детстве китайских авторов, сегодня смотрит китайские фильмы, знает китайских героев кино, и так далее. Они все абсолютно прозападные, но ненавидящие Запад. И при этом, из их ненависти к Западу, они почему-то удивляются, что Запад отвечает им нечем похожим. Хотя Западу, ну, опять-таки, на Западе никто не смотрит русские фильмы и не восхищается там, я не знаю, новыми романами Донцовой. Хорошо. Окей. Ну, вот русская оппозиция, которая обосновалась на Западе, ведь с равной, как бы, силой европейцы не любят представителей русской оппозиции. Это что, простой перенос, как бы, такая экстраполяция на собственных русских, которые под боком? И я просто не понимаю... Но мы говорили об этом в прошлой передаче, что как учитель всегда ругает тех, кто не опоздал. Он за тех, кто опаздывает, опаздывает тех, ругает тех, кто не опоздал. Они ругают, это тех, кто сбежал от Путина, тех, кто враги Путина, но они просто рядом, под боком, почему бы их не поругать? Это раз. А вторая вещь, извините, пожалуйста, русская эмиграция, русская оппозиция, ты говоришь, что их не любят. Давид, ты пропал. Давид. Я говорю, вот это русская оппозиция, а они сами друг друга любят. Вот отдельно и ужасно. Они сами. Саша. Да, это отдельно и ужасно интересная тема взаимоотношения внутри русской оппозиции. Я уже тоже не раз говорил о том, что это такая сплошная азербовщина. И когда я смотрю сегодня на то, что происходит в русской оппозиции, у меня такое ощущение, что я перечитываю эмигрантов Алексея Толстого. Нет, это ты имеешь в виду эмигрантов 20-х годов, да? Да, да. Если это эмигрантов, которые были до них, да, то есть, если мы возьмем условно этого ленинских эмигрантов. Вот я сегодня выставил у себя в фейсбуке цитату Ильи Еренбурга, который сбежал из Бутырки, ну, освободившись, из Бутырки выехал к Ленину в Ланжемо, да, и там в Ланжемо, он сидел Ленина на занятиях, и Ленин там ругал всех вместе со своими ленинцами. И вот Эренбург пишет, ленинцы, то есть, сам Ленин, Каменев, Зиновь и другие страстно ненавидели каприйцев, то есть, Луначарского с сотоварищами. Те и другие объединялись в общей ненависти к Троцкому, издававшему Вене соглашательскую газету «Правда». И Эренбург там пишет, какое же вместительное сердце надо было иметь, чтобы еще ненавидеть и самодержавие. Вот, они настолько ненавидели другого, что и как еще и самодержавие. Вот точно так же, если мы посмотрим о Певчих с кругом Ходорковского и так далее, они настолько ненавидят друг друга, что какое вместительное сердце надо иметь, чтобы ненавидеть еще и Путина. Поэтому взгляд со стороны мы слушаем условного Венедиктова и условного Певчих. И эти намеки Певчих, что Венедиктов там и все остальные это гибуха, ну, работающие на гибнем. это намеки Венедиктова, что Певчих и все остальные, они тоже гибуха, то есть работающие на гибню, тоже часть системы и так далее. И понятно, и у тех, и у других есть свои аргументы, и у человека со стороны, который на это все смотрит, ему хочется поверить и тем, и другим. Давид, если ты помнишь, был замечательный анекдот когда-то в Средней Азии, когда одного мужика в Бухаре условной вызывают на заседание парткома. И когда он возвращается и говорит жене, слушай, у меня отобрали партбилет. Она говорит, почему? А меня на парткоме спрашивают, ты в Басмачах был? Я говорю, был. Жена говорит, надо было сказать, что не было. Он говорит, ну как же я мог сказать, что не было, когда сам секретарь парткома это было на Скорбаши. Вот у меня такое ощущение, что они просто знают друг дружеского лица. Еще с тех самых пор, когда они еще были вот на этой стороне. А сегодня, когда их отодвинули от фермушки, они оказались на той стороне. И эта оппозиция представляет из себя жалкая, как бы сказал по-настоящему, жалкое и ничтежное жалелище. Я думаю, что тут даже не вопрос к кормушке, потому что я не знаю, насколько они сегодня отодвинуты и насколько они сегодня не взаимодействуют. Виктор Эскин в нашей программе сказал, у Кремля есть разные башни, у системы есть разные подходы, и одни связаны с одной башней, другие связаны с другой башней, у нас опять-таки с Эскинами есть общий хороший знакомый Илья Горячев, который получил в России пожизненный срок. Почему? Потому что он оказался в играх между одной башней и другой башней Кремля, и для него это очень плохо кончилось. Такие игры, наверное, очень опасно влезать, особенно когда они еще идут на провокации и все остальное. У хорошего историка, может, великого историка Натана Яковлевича Эйдельмана было уже во времена перестройки, он рассказывал, что он заходит в ЦК, и там ему говорят, вот надо вот это делать, и вот это делать, и вот это делать, и все такие просто диссидентские вещи, и он выходит окрыленный, и он заходит в другую там что-то получить, ему говорят, вот я сейчас это, они говорят, ни в коем случае, это нельзя, подождите, вот тут мне сказали, делай немедленно, вот все, а тут у нас что, не однопартийная система, на что ему говорят, система у нас однопартийная, но многоподъездная, вам в том подъезде сказали, а мы в этом подъезде. Вот мне кажется, что они все связаны с разными подъездами, и с момента прихода, во всяком случае, Путина, с командой Суркова власти, было решено, что будет не просто управляемая власть, да, управляемая демократия, управляемая власть, но будет и управляемая оппозиция, и управляемый террор, и управляемая преступность, и все остальное тоже должно быть более-менее управляемый, и они это плюс-минус и добиваются, но... Какая шарманка, механическая пианино. Да, то есть, они играют сразу на разных клавишах, и считают, что оппозиция такая, оппозиция, такие-такие-такие клавиши, клавиши нужны не только белые, но и черные, не только справа, но и слева, и то есть, иди играйся. Ну, например, если мы посмотрим, вот в этот, с момента, когда Путин пришел в власть, в России были семейные и силовики, две группы. Да? И если мы посмотрим, допустим, того же Навального, то мы видим, что Навальный... это наследники Ельцина и вся компания вокруг них. Его дочь стоюм, мальчик... Да, и... что это условно Навальный и вся его ФБК всю дорогу ругали только одну часть. Они всегда ругали только семейных, только вот это, вот это, вот это крыло. А когда началась война, у меня было ощущение, но сейчас уже точно понятно, что человеки, они, ну, по крайней мере, не меньше виноваты. Но это... в этот момент они не прекратили ругать семейных, они их начали ругать еще больше, и они стали обвинять их в том, что они военные преступники. Окей, это просто показывает, что у них вот такая задача, у них... они отрабатывают вот это, делянка, те обрабатывают вот это. и когда Бенедиктов гордится своими собутыльниками во власти, а это... Это явная такая снобильская шутка, он просто хвастается, я вот с этим пью, я вот с этим пью, иногда он хвастается, что он пил с теми людьми, с которыми как бы стыдно даже на одном диктаре, извините, справа, я тебе большую нужду, а он этим хвастается. Ну, понятно, вся его история как бы с электронным голосованием, как он его продвигал, и чем ему за это платили, все это известно и на виду, и, в общем, никого не удивляет поведение Бенедиктора. Но поведение... Так и поведение Перчик никого не удивляет. И поведение Перчик никого не удивляет. Но они сегодня, смотри, они скорее увеличивают этот вот ненависть на Западе, потому что они, опять-таки, как сказал один американский чиновник, что как только заходит один представитель российской оппозиции, что он начинает делать в первую очередь? Он начинает ругать всех остальных. Да? Это, как ты понимаешь, это сильно увеличивает его собственные шансы что-то там добиться, договориться, получить. Ну, и сильно усиливает российскую оппозицию по отношению к и так далее. Это усиливает русофобию. Опять-таки, Солженицын, я помню, плакался о том, что в американских всяких мозговых центрах, планирования центров и так далее были свои советологи, специалисты по Советскому Союзу, а ведь самые лучшие советологи там их, которые оттуда приехали, которые все это знают, а их не призывали. Ну, почему? Потому что стоило призвать кого-то из этой среды, как все остальные начинали стучать и объяснять, почему он такой плохой. И это объясняло и отношения к ним. Теперь понятное дело, что от этого страдает люди совершенно невиновные. и этих людей жалко. Ну, и очень часто, кстати, мы израильтяне тоже попадаем под раздачу. У меня была история в 22-м году в августе, когда Натани Ягук орал, что вы слабый, имея в виду правительство Лапида, а правительство Лапида провела операцию по зачистке исламского джихада в Газе, и Хамас сидел и даже не отвечал, и вся операция тогда заняла если помнишь 44 часа. Мы сидели в бомбоубежище некоторое время, но это 44 часа всего. Это не больше, чем полгода, как сейчас. Так вот, тогда у меня близкие знакомые, две тетки с детьми поехали в две женщины, две дамы в общем, поехали в Виталию. И они где-то сидели в Милане, в кафе, и тут они разговаривают друг с другом, и вызывают официанта, официант говорит им, мы вас не обслуживаем, в тот момент, когда мы сидим по убежищам, вы тут по Миланам тусуете? Да, мы вообще не поняли, потому что они-то были только что из бомбы убежища. А вот этот выходить из Украины, который это им сказал, он уже много лет был, судя по всему, в Милане, и он там работал. Ну, короче, они вызвали хозяина ресторана, нажаловали, за что я им сказал, вы, скорее всего, уволили человека с работы, зачем вам это надо было? Но они вот не выдержали, но вот это было вот такое яркое проявление русофобии. Пока мы там побудем, вы тут по Миланам шарахаетесь. А это вещь, кстати, сегодня в Европе даже не совсем понятно, на каком языке разговаривать лучше, на иврите или на русском, где больше шансов получить помодку. Получить помодку, да, да, на каком языке опаснее. Дарит, скажи, пожалуйста, российская пропаганда, которую Россия сегодня очень усиленно ведет, в том числе и на Израиль, российские специальные организации, которые были созданы некоторое время назад, они вообще работают, что есть какие-то сведения о том, что думают в целом израильяне, русскоязычные, выходцы из стран бывшего Советского Союза, что они думают о России сегодня? Это очень сложно, потому что нас каким образом измерять, как на это смотреть? мы находимся в сложной ситуации, поскольку будем говорить так, русскоязычные СМИ Израиля, они в большинстве своем настроены гораздо больше проукраинские, чем русскоязычные общины. То есть, условно, русскоязычные СМИ это Цвика Зильбер, Эмиль Шлемович, Саша Ронкин, которые вот такие вот ну проукраинский был. А в это же время вот из моего общения, из моих замеров, которых я делал, опять-таки использовать эту тему перед выборами, не использовать и далее, я знаю, что огромное количество русскоязычных, которые смотрят СМИ, они смотрят не только Девятый канал, но гораздо большей степени они смотрят Первый канал российского телевидения. В тот момент, когда они смотрят Первый канал российского телевидения, они получают нарративы, идущие оттуда. И они становятся антиукраинскими, сто процентов. Другой вопрос, то, что случилось после 7 октября. Это вещь, которую я социологически просто вдруг уловил, что эти люди одновременно стали и антиукраинскими, и антироссийскими. И даже там в какой-то момент они Украину там чуть-чуть простили. Почему? Потому что они включали те же самые российские передачи, а российские передачи изливали на них потоки ненависти. Теперь уже по отношению к ним. И понятное дело, что израиль и израильтянам ты имеешь в виду. Да, по отношению к ним, по отношению к ним. Вот у нас у меня была ситуация, я делал ремонт, и у меня два человека работали. Мой знакомый выходец из Волгограда, и моя знакомая выходец из Запорожья. он продолжал строить, там чинить, а она убирала то, что было строительные вещи. И она мне по ходу рассказывала про то, что у них в Запорожье. Причем она там, я бы не сказал, что она проявляла сильную русофобию. Она просто рассказывала о том, что русские отжимают квартиры и переоформляют на себя. Те, кто уже убежал, русские просто оформляют на себя. И вернее, даже не русские, а те из Запорожья, которые остались и стали работать на российскую администрацию, они переоформляют квартиры на себя и так далее. Расскажут эту вещь, и он взорвался, и он закричал, что с такой русофобией он не может работать, и убежал, и еще полку сломал на выходе. Ночью, короче, потом мы с ним разбирались, он сказал, что у меня просто бешенство обьяло, и так далее. Но прошло несколько месяцев всего лишь, и тут я его встречаю, и он начинает, и Лавров, это же Риббентром, его же надо будет повесить, и это, и то, и все. Я так смотрю, а что случилось-то? Он смотрит ту же самую программу, но сейчас эта программа бьет в него, и понятное тело, у него ответ нет. И он якобы, а вот этот, все, я понял, он антироссийский настроен, и так далее. Я правда не понимаю, зачем же тогда эту гадость смотреть? Выключи, да? Выключи. Есть что смотреть, смотри Тон-ТВ. Вот, но тут я его спрашиваю, а вот с Украиной как, типа, там, какое-то мнение, что там происходит? И он мне выдал фразу, которая меня убила совершенно. Он сказал, евреев им не хватает. Были бы евреи, они бы все по-человечески спланировали бы. Евреев им не хватает. Вот можно сказать, что это русофобия, я не знаю, что это такое. Если человек слышит российскую пропаганду, и эта пропаганда просто ему говорит, ну, конечно, они же все уедут из Израиля, все тут. Те, у кого есть российское гражданство, они хотят вернуться к нам. Мы их типа простим, пустим. А куда поедут остальные, так далее. Ну, я пока что вижу россиян, которые стремятся в Израиль, так что израильская таможенная и пограничная служба должна решать пускать или не пускать. В противоположную сторону я не вижу, да, вопрос позиции этого человека, это русофобия, нет, это не русофобия, это ответ на реакцию. Ну, в общем, твоя сказка зрения понятно. Ну, что, на этом будем завершать нашу сегодняшнюю программу. у нас есть немножко времени, я бы хотел задать другой вопрос. А вот ты, как тоже выросший в Центральной Азии, Киргизии, как ты считаешь, там в какой-то момент была очень сильная русофобия? Ну, я имею в виду в 89-м, 90-м, 91-м годов, ну, типа, когда обратение независимое. в первом, особенно, ее нужно было как-то оправдать, и это было против всего русскоязычного населения, руткие-неруткие. Понятное дело, что Еврей тоже от этого страдал в данном случае. Вопрос вот сегодня, по твоему мнению, в той же Центральной Азии, той же Киргизии, это изменилось или изменилось в какую сторону? Жаль, что мы начинаем это под конец программы, тема обширная, может быть, мы об этом еще поговорим отдельно. там общество разделилось на две неравных части. Одна часть это те, которые помнят и ценят вклад русского народа и русской культуры и вообще, и как бы, как это ни удивительно, всего советского строя и уклада в подъем Кыргызстана и другая часть, которые также помнят и видят то самое плохое и вредоносное, что вот эта самая советская империя и старший брат, что они сделали с исконной кыргызской культурой и с кыргызским народом. И вообще нелюбовь к старшему брату, она таилась, утеплилась в кыргызском обществе на протяжении всех лет, как бы, пребывания в Советском Союзе. И вот то, что на официальном уровне с гордостью говорили о старшем браке, о нерушимом братстве, на низовом уровне это считалось как бы, ну вот, неким таким отвратительным явлением. И с этим были немалые сложности. Это подавлялось, кстати сказать, но это было такая тяжелая, подспудная нелюбовь к старшему брату. И кстати, именно этим объясняется то, что вот в те годы до независимости в Кыргызстане почти не было антисемитизма, потому что кыргызы считали евреев таким же притесняемым народом, как и они, как и они сами. Поэтому они считали, что кыргызы евреи на стороне, как бы, на их стороне, как тоже пострадавшие от старшего брата. Но это отдельная тема, и она очень болезненная тема. И очень опасно трогать и как бы будировать, но это непростое явление, которое требует своей оценки. в Казахстане в 22-м году я прибыл и я спросил, до 22-го года была ситуация такая, что люди говорили, не, но если слишком будут напирать, то я уеду вместе с русскими. То есть для огромного количества казахов присутствие русскоязычного населения было гарантом каких-то вещей в казахском обществе. Не потому, что русские это обеспечивают, потому, что вот это многоцветие было необходимо самим казахам. А вот в 22-м году туда началась эмиграция беженцев от войны. И я помню, что один казах мне сказал, знаешь, вот как бы не относиться к Путину, как бы не относиться к войне и как бы не относиться к этим русским, которые иногда проезжают к нам на машине и на этот со стикером в поддержку войны. Но ты знаешь, вот я был горд. Я говорю, чем ты был горд? Он говорит, вот нам рассказывали о том, как наши отцы во время войны принимали эвакуацию, принимали беженцев. И мы понимали, что вот это поколение, но это не мы. Это наши деды, это наши отцы. И сегодня, вот когда мы приняли их, я могу сказать, мы тоже такие. Да, ведь, ну, это действительно отдельная тема, очень важная. Я предлагаю тебе в ближайшее время, хотя я знаю, что ты уезжаешь отдохнуть в Европу со своим замечательным сыном Шаем. Насколько я понимаю, ты уезжаешь его праздновать там в бармицу. Не, не поймите, просто день рождения. У нас Шайм очень простая вещь. Шайм за год говорит, где он хочет справлять свое день рождения, и мы с женой решаем, можем ли мы это себе позволить. Замечательно. Он решал, что он будет праздновать Венеции, а после Венеции он сказал, что следующего хочет в Лондоне. Ну, вот мы в Лондоне хорошее, хорошее, я тут это у мальчика. К сожалению, мы должны закончить эту программу, и я тебе предлагаю действительно попробовать обсудить эту тему в следующий раз. Может быть, мы привлечем экспертов из Кыргызстана и Казахстана, потому что тема очень важная и очень близкая мне, и как я понимаю, тебе. Да. А мы заканчиваем, дорогие друзья, и напоминаю вам еще раз, что не забывайте ставить лайки, подписываться на канал Этон ТВ, и если есть такая возможность помогать нам материально, потому что правда, которой мы все стремимся, и мы с Давидом, и вы, наши дорогие зрители и слушатели, она стоит денег. На этом все. Боже храни Израиль. Всех с веселым праздником, со светлым праздником Песах, Аша, еще и с днем рождения. С днем рождения. От канала Этон ТВ и лично от меня и от всех наших телезрителей. Аминь, 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 аминь. До свидания. День рождения. Аминь, аминь. 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 Аминь.